МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этом и другом более подробнее. Указом президента страны награждены отличившиеся полицейские Алматинской области. Это событие случилось в честь 25-летия Конституции Республики Казахстан. Награды вручил начальник ведомства генерал-майор полиции Серик Кудибаев. В своем поздравительном слове он отметил, что эта награда за значительный вклад в обеспечение верховенства Конституции и укрепление независимости страны. Чествовали в департаменте и сотрудников криминальной полиции, которых поощрили от имени министра внутренних дел по итогам работы за 9 месяцев текущего года. А теперь о буднях. Стражи порядка продолжают профилактическое мероприятие участок. На днях они провели промежуточный итог, согласно которого полицейские провели почти 100 тысяч обходов. Если говорить языком цифр, то с начала мероприятия, с 7 сентября текущего года, правоохранителями проведено 98 803 обходов в жилых районах, в том числе 30 994 квартир, 64 775 частных домов и 7 568 дач. В результате выявлено 33 лица без определенного места жительства, задержано 317 несовершеннолетних, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах состояния опьянения 7, за нахождение в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей 15, за бродяжничество 5. Все они помещены в центры адаптации. Кроме того, за нарушение общественного порядка задержано 284 подростка. Не остались без должного внимания и владельцы зарегистрированного огнестрельного оружия. Его наличие и хранение, согласно правил, было проверено почти у 22% владельцев. В итоге выявились 190 фактов нарушения, из них 143 правил хранения, 47 за нарушение правил перерегистрации. При этом изъято 70 незаконно хранящихся патронов к нарезному оружию и 83 единицы стволов огнестрельного оружия, которые будут оставаться в полиции до устранения выявленных недостатков и уплаты наложенных штрафов. Это профилактическое мероприятие направлено, прежде всего, на улучшение криминогенной обстановки. Отработка продлится до 1 декабря текущего года. По данным криминальной полиции региона, более чем на треть снизилась регистрация краж скота. Этого удалось достичь благодаря разработанному плану по профилактике скотокрасства. В рамках его реализации установлено 1149 камер видеонаблюдения. В том числе 61 на основных районных дорогах, еще более тысячи в местах забоя и реализации скота. До конца года планируется установка еще 250 камер видеонаблюдения. Вместе с тем, в результате проведенных оперативных и профилактических мероприятий, в 2,2 раза снизилась регистрация краж чужого имущества в целом. При этом 30% хищений совершены из домов и квартир. Улучшилась и раскрываемость данного вида преступлений. Уголовное производство в режиме онлайн. Департаментом полиции Алматинской области в электронном формате расследовано 4500 уголовных дел. По данным Следственного управления, в производстве следователей и дознавателей находилось 25679 уголовных дел. В этом году больше уголовных дел направлено в суд в порядке ускоренного досудебного расследования. В формате Е-уголовное дело, это электронный формат, расследовалось 4583 уголовных дела. В целом для расследования уголовных дел в электронном формате установлено 300 рабочих мест для сотрудников подразделений следствия, дознания участковых инспекторов криминальной и административной полиции. Минувшим летом одну из верхних строчек в хит-параде краж личного имущества занял двухколесный транспорт, который подвергался нападкам воришек во дворах, домов и подъездах, где их оставляли без всяких противоугонных средств, беспечные любители здорового образа жизни. Часть таких имущественных преступлений удалось раскрыть благодаря системам видеонаблюдения, которые и запечатлели моменты преступлений. В территории Восточного отдела полиции одним из распространенных видов краж является кража велосипеда. Таких фактов зарегистрировано 25. В данное время был задержан ранее судимый житель города Алтыкурган, который дает признательные показания краж 13 велосипедов. Подозреваемый во дворем в изолето временного содержания проводит следствие. Уважаемые жители город Алтыкурган. Просим вас не забывать о мерах безопасности своего имущества, а именно не оставлять велосипеды на улицах, подъездах, домов без присмотра. Задержали полицейские и группу квартирных воров, на которых стали поступать заявления в один из городских отделов полиции. Оперативные сотрудники, проведя ряд мер, вышли на предполагаемых преступников, за которыми установили слежку. После совершения очередного преступления подозреваемые попытались замести следы. По пути совершили угон автотранспорта, на котором и пытались выбраться за пределы областного центра. Однако это им не удалось. В ходе досудебного расследования были доказаны их причастность к другим преступлениям в городе Алтыкурган и других районах. Вещественные доказательства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Данные лица во дворем изолятора временного содержания проводятся досудебные расследования. Бесчеловечное преступление совершила 27-летняя жительница Каратальского района. Ее обвиняют в убийстве двухлетнего ребенка. От выясненных обстоятельств дела сердца сжались даже убывалых следователей и оперативников. Под данным стражи порядок. 5 октября в дежурную часть Каратальского районного отдела полиции поступило сообщение об обнаружении в частном доме города Уштоби тела двухлетнего ребенка. Как рассказали в полиции, к ним обратилась родная тетя мальчика. По ее словам, она не видела своего племянника с июля этого года. Сестра ей объясняла, что отдала сына няне, которую якобы наняла в Алтыкургане, однако в дом родственницу не пускала. Женщина заподозрила неладно. Воспользовавшись отсутствием сестры, она через окно попала в дом, где в морозильной камере нашла теломатчика. Вскоре была задержана и подозреваемая в убийстве мамаша. Возможно, женщина в момент совершения убийства находилась не в себе, но даже безумство не может оправдать такой жестокости по отношению к собственному дитя. По горячим следам была задержана 27-летняя жительница города Уштоби, признавшаяся в убийстве сына. Подозреваемая во дворе на визолятор временного содержания. По факту убийства малолетнего лица проводится досудебное расследование по статье 99, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. И еще один гражданин совершил беспричинное преступление в Талдыкургане, правда он реально безумен, о чем даже имеется соответствующая справка из психоневрологического диспансера. Задержанный по подозрению в нападении и грабеже молодой человек отпираться от содеянного не стал и сразу дал признательные показания, правда без разумных объяснений содеянного. И теперь, возможно, вместо больничной палаты ему придется коротать время в тюремной камере. Как выяснилось, подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. О мотивах своих действий пояснить ничего не смог. Войдя в открытую квартиру одного из многоэтажных домов, без причины разговоров ударил ножом находящийся хозяина. После чего похитил сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении. В ходе прочески местности подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. В данное время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Материалы следствия готовятся к отправлению в суд. И в завершении выпуска полиция Алматинской области предупреждает граждан об активизации интернет-мошенников. Несмотря на неоднократные предупреждения, по-прежнему доверчивые люди становятся их жертвами. Мошенники представляются сотрудниками известных банков. Далее сообщают, что якобы третьи лица пытаются снять с их счетов денежные средства, в связи с чем предлагают застраховать все банковские счета и карточки. Затем просят продиктовать свои личные данные и номера и коды на обратной стороне банковских карт для подтверждения и обновления в базе данных. После чего просят перевести деньги на банковский счет, при этом указывают номера своих подставных счетов и деньги переводятся мошенникам. В связи с этим полицейские просят граждан не сообщать свои личные данные, данные банковских счетов и карт неизвестным лицам. Также при утере карточек необходимо звонить операторам банка и блокировать их. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok